Урок 1. Горжусь забегом на 5 километров. Привет, Анна. Вчера я пробежал 5 километров. Вам не кажется, что это впечатляет? Вау! Это здорово! Как вы себя чувствовали после этого? Уверен, вы, должно быть, устали. Я устала, но при этом очень гордилась тем, что завершила эту работу. Это было нелегко. Держу пари. Пробежать 5 километров – нелегкая задача. Как вы себя чувствовали после финиша? Я почувствовала огромное чувство выполненного долга. Это был очень полезный опыт. Это круто! Я так рада за тебя! Ты впервые пробежал 5 километров. Да, это была моя первая. Я уже давно хочу его попробовать. Что ж, вы должны очень гордиться собой за то, что вы сделали этот шаг и пошли на него. Спасибо. Я очень признателен. Это определенно стоило всей этой тяжелой работы. Урок 2. Надеюсь, они у них будут. Здравствуйте. Анна, вы слышали о новом отеле, который они открывают в центре города? Да, я очень рад этому. Я слышала, что персонал отеля отличный. Уверен, что так и будет. Надеюсь, у них будет хороший бассейн и тренажерный зал. Абсолютно. Надеюсь, у них тоже будет хороший ресторан, так что нам не придется далеко ходить за едой. Это было бы очень удобно. Мне не терпится проверить его, когда он откроется. То же самое и здесь. Уверен, что это станет прекрасным дополнением к городу. Уверен, что отель будет иметь огромный успех. Местоположение идеальное. Я согласен. Это будет интересная новая опция для путешественников. Урок 3. Ремонт моего дома. Привет, Анна. Я подумываю о ремонте своего дома. У вас есть какие-нибудь советы? Ух ты! Это впечатляет. Как вы относились к такому большому проекту? Я устала, но при этом гордилась тем, что начало. Какие-нибудь советы? Что ж, сначала я бы посоветовал составить подробный план и бюджет. Это главное. Ах, хорошее замечание, мне придется разобраться в этом. Что-нибудь еще мне не хватает. Я также предлагаю изучить последние тенденции дизайна в поисках вдохновения. Это может помочь. Отличная идея. Я очень рада, что в моем доме будет свежо и обновлено. Урок 4. Визовые требования. Привет, Анна. Я подумываю о том, чтобы спланировать поездку за границу. С чего мне начать? А, звучит захватывающе. Куда ты собираешься пойти? Я пока не уверен, но сначала я хотел бы изучить визовые требования. Отличный звонок. Это важный первый шаг при планировании международных поездок. Что именно мне нужно знать о визах? Есть ли что-то конкретное, что мне нужно сделать? Просто не забудьте проверить визовые требования для страны, которую вы хотите посетить. Хорошо. Я обязательно это сделаю. Есть ли еще что-нибудь, что мне следует иметь в виду? Кроме того, имейте в виду время обработки заявлений на получение визы. Подайте заявку раньше. Понятно. Уделим себе достаточно времени. Что-нибудь еще мне не хватает, прежде чем я займусь этим. Анна, я читала о Роберте Ранси и Фолклинской войне. Вы много об этом знаете. Да, это было трудное время, но мы, как христиане, не надеемся на политические события в мире. Это хорошая перспектива. Как вы думаете, как вера должна направлять нас в неспокойные времена? Что ж, мы призваны быть светом во тьме, проявлять сострадание даже перед лицом конфликта. Это мощное послание. Как мы можем на практике воплотить это в жизнь, в повседневной жизни? Практикуя прощение, проявляя благодать и сосредотачиваясь на вечном царстве Бога. Это отличные замечания. Так легко погрузиться в суматоху вокруг нас. Абсолютно. Но у нас, верующих, другая основа и более высокая цель. Вы правы. Это хорошее напоминание о том, что нужно сохранять вечную перспективу независимо от обстоятельств. Здравствуйте, Анна. Вы слышали о баскетболисте, который только что был признан новичком года? Нет, я этого не сделала. Кто это был? Это был Майкл Робинсон. Он провел невероятный сезон, возглавив команду по результативности и результативным передачам. Вау! Это потрясающе! Бьюсь об заклад. Он очень гордится этим достижением. Определенно. Несмотря на то, что он играл в чемпионате всего 10 лет, он провел очень успешную карьеру. Это впечатляет. Интересно, почему он так быстро добился такого успеха? Думаю, это было сочетание его невероятных спортивных способностей и упорного труда. То, как он играл в эту игру, было просто захватывающим. Мне бы очень хотелось когда-нибудь увидеть его игру. Баскетбол – такой увлекательный вид спорта. Конечно. Было очень приятно наблюдать за ним на корте. Я рад, что его таланты получили признание. Урок 7. Свежие продукты. Привет, Анна. Я всегда начинаю со свежих продуктов, таких как фрукты и овощи, когда хожу в магазин. Есть ли у вас какие-либо советы по выбору лучших? Здравствуйте, Джон. Я согласен, что свежие продукты – это то, что вам нужно. Обычно я выбираю продукты яркого цвета и твердые на ощупь. Какие фрукты и овощи вы обычно покупаете? Мне нравится есть хрустящие яблоки, сочные апельсины и хрустящую морковь. У вас есть любимый продукт. Хм, я очень люблю свежие ягоды. Черника, малина и клубника такие вкусные. А листовая зелень, такая как шпинат и капуста, отлично подходит для салатов. А да, ягоды потрясающие. Не забуду взять их в следующий раз. А зелень идеально подходит для добавления питательных веществ в блюда. Определенно, они обладают питательной ценностью. Есть ли у вас любимые рецепты из свежих продуктов? Мне нравится готовить жареное мясо с большим количеством овощей или жарить корнеплоды, такие как картофель и свекла. Как насчет тебя? Они так хорошо звучат. Мне нравится готовить фруктовые смузи и овощные супы. Ароматы очень яркие, если использовать свежие ингредиенты. МММ, смузи и супы идеально подходят для получения этих питательных веществ. Я проголодался от одной мысли об этом. Урок 8. Советы по садоводству. Привет, Анна. Я подумывал разбить небольшой сад дома. Есть ли у вас какие-либо советы для таких новичков, как я? А, это замечательно. Садоводство может быть таким полезным хобби. Я бы посоветовал начать с простых выращивания овощей, таких как помидоры, перец и листовая зелень. Отличная идея. Какие-нибудь советы по выбору подходящего места и подготовке почвы? Абсолютно. Ищите место, где много солнечного света, по крайней мере, 6-8 часов в день. И перед посадкой обязательно обогатите почву компостом или удобрениями. Хорошо. В этом есть смысл. А как насчет полива? Как часто нужно поливать растения? Это зависит от климата, но обычно вы хотите, чтобы почва оставалась влажной, но не переувлажненной. Ежедневно проверяйте почву и поливайте по мере необходимости. Отлично. Я учту это. Есть ли другие советы, которые вы бы порекомендовали начинающему садоводу, такому как я? Хм, я бы посоветовал использовать разные методы освещения, например, разместить более высокие растения на севере, чтобы не затенять более короткие. И будьте бдительны в отношении вредителей. Отличный совет. Мне нужно будет провести небольшое исследование эффективных методов борьбы с вредителями. Я очень рад начать этот садовый проект. Урок 9. Процветающая арт-сцена. Здравствуйте, Анна. Вы узнали о новой художественной выставке, которая откроется в центре города в эти выходные. Я планирую ее посетить. А, правда. Я об этом не слышала. Какие произведения искусства будут представлены? Это выставка местных художников, работающих в самых разных областях – живописи, скульптуре, фотографии и так далее. По-видимому, здесь есть что-то действительно инновационное и заставляющее задуматься. Звучит захватывающе. Я с удовольствием поеду с вами, если вы не против компании. Мне давно хотелось поближе познакомиться с местной художественной сценой. Безусловно, чем больше, тем лучше. Мы можем посвятить этому день, заранее пообедать, а затем провести пару часов, прогуливаясь по выставке. Уверен, мы откроем для себя новых талантливых художников. Похоже на план. Я с нетерпением жду этого. Знаете ли вы, запланированы ли во время мероприятия концерты живой музыки или мастер-классы? Позвольте мне еще раз проверить программу, но я думаю, что во дворе звучит живая музыка, а в течение дня проводятся мастер-классы под руководством артистов. Выставка обещает стать по-настоящему яркой демонстрацией искусства нашего сообщества. Замечательно. Это именно то живое интерактивное времяпрепровождение, которое мне нравится. Мне не терпится погрузиться в творческую энергию. Это будет веселая прогулка. Я тоже думаю, что это будет отличный способ провести субботу. Я пришлю вам информацию о мероприятии, чтобы мы могли согласовать расписание. Это будет настоящее удовольствие для чувств. Доброе утро, Анна. Я изо всех сил пыталась найти подходящую композицию и цветовую гамму для своей последней картины. У вас есть какие-нибудь советы? Привет, Джон. Я тоже художник и знаю, насколько это может быть сложно. Вы пробовали экспериментировать с разными аранжировками элементов на своей картине? Да, я многое экспериментировал, но не могу все сделать правильно. Цветы кажутся странными, а композиция несбалансированной. Хм, это сложно. Иногда полезно сделать шаг назад и взглянуть на это свежим взглядом. Возможно. Попробуйте сфотографировать его и таким образом проанализировать композицию. Отличная идея. Я попробую. Есть ли у вас другие предложения по улучшению цветовой гаммы? Я хочу, чтобы палитра была более яркой и привлекательной. Конечно. Одна вещь, которая может помочь, это обеспечить хороший баланс теплых и холодных тонов. Попробуйте добавить несколько дополнительных цветов, чтобы сделать оттенки по-настоящему яркими. Комплементарные цвета. Понял. Я поэкспериментирую с этим. Спасибо большое за совет, Анна. Это очень полезно. Я рада, что смогла предложить несколько предложений. Расскажите мне, как обстоят дела с новой композицией и цветовой гаммой. Мне бы очень хотелось увидеть финальную картину. Конечно. Я пришлю вам фотографию, как только добьюсь прогресса. Обсуждение этого с вами уже дало мне несколько отличных идей, которые я могу попробовать. Урок 11. Спокойная прогулка по лесу. Привет, Анна. Вы когда-нибудь бывали в лесу рядом с озером? Здесь так спокойно и безмятежно. Нет, у меня нет. Я бы с удовольствием погулял там. Свежий воздух и красивые пейзажи должно быть прекрасны. Это действительно так. Высокие деревья, легкий бриз и пение птиц – все это так успокаивает. Могу себе представить. Нам стоит как-нибудь пойти туда в поход. Это был бы отличный способ заняться спортом и восстановить связь с природой. Определенно. Тропа проходит через лес, и есть даже несколько мест, где можно увидеть озеро. Это действительно маленький кусочек рая. Звучит фантастически. В эти выходные я планирую провести свободное время. Хочешь пойти со мной на прогулку по лесу? Мне бы очень хотелось. Тогда это свидание. Я устрою небольшой пикник, и мы сможем насладиться им у озера. Звучит отлично. Мне не терпится окунуться в тишину леса вместе с вами. Я тоже. День будет чудесным. Урок 12. Похоронное бюро. Привет, Анна. Вы слышали о новом похоронном бюро, которое открылось в нашем районе. Да, я так и сделала. Я слышала, что они работают в старом доме в викторианском стиле. Наверное, это совершенно уникальное место для похоронного бюро. Именно так. Мне всегда казалось, что в старых домах есть определенный шарм. Бьюсь об заклад, атмосфера там должно быть более уютная, чем в обычном похоронном бюро корпоративного типа. Это хорошее замечание. Более домашняя обстановка может немного облегчить процесс скорби. Интересно, в каких еще зданиях могут работать похоронные бюро? Я видел их в переоборудованных церквях или даже на складах. Если они могут предоставлять необходимые услуги, само здание не обязательно должно быть традиционным. Вы правы. Похоронное бюро на самом деле призваны удовлетворять потребности скорбящих, а не просто следовать определенному архитектурному стилю. Абсолютно. Я рад, что эта новинка пытается создать более уютное пространство. Именно маленькие штрихи могут изменить ситуацию к лучшему в такое трудное время. Определенно. Мне интересно узнать, как общество отреагирует на это новое похоронное бюро и его подход. Я тоже. Будет интересно посмотреть, появится ли в будущем больше нетрадиционных похоронных бюро. Урок 13. Национализм и репрессии. Привет, Анна. Вы заметили, что национализм иногда приводит к репрессиям, когда людям кажется, что они не могут пройти через урну для голосования? Да, меня очень беспокоит эта тенденция. Национализм часто идет рука об руку с нетерпимостью и подавлением инакомыслия. Именно так. Когда избиратели чувствуют, что их голос не услышан, некоторые лидеры пытаются консолидировать власть вместо решения коренных проблем. Это опасный путь. Репрессии и авторитаризм обычно не решают основных проблем, которые в первую очередь подпитывали националистические настроения. Абсолютно. Настоящая демократия требует соблюдения прав всех граждан, даже тех, кто не проголосовал за победившую сторону. Согласовано. Здоровые демократии находят способы сбалансировать волю большинства с защитой прав меньшинств. Все, что меньше, приводят к нестабильности. Вы правы. Мы должны проявлять бдительность, защищая демократические нормы и институты, даже когда это неудобно или непопулярно. Определённо. Открытое общество со свободными и честными выборами – лучшая защита от опасностей националистической демагогии. Хорошо сказано. Это сложные вопросы, но сохранение приверженности плюрализму и верховенству закона крайне важно. Урок 14. Имущество Морли Привет, Анна! Вы слышали о вещах, которые были найдены у Морли после его смерти? Нет, я с этим не знаком. Что они нашли? Судя по всему, они обнаружили коллекцию ключей, кассовых ящиков, бухгалтерских книг, кошельков и документов, принадлежавших ему. Ух ты! Это довольно разнообразный набор вещей. Интересно, какое значение эти вещи имели для Морли? Что ж, согласно отчёту, именно это и интересовало его при жизни – материальное богатство и имущество. Хм, это рисует интересную картину его приоритетов и ценностей. Думаю, нас всех запомнят за то, что мы ценим больше всего. Именно так. Похоже, Морли сосредоточился на накоплении и защите своих финансовых активов и личных вещей. Возникает вопрос, что послужило причиной такой озабоченности материальными благами? Это было стремление к безопасности, статусу или чему-то ещё? Хороший вопрос. Подобные сведения о характере и мотивах человека могут оказаться весьма полезными даже после его смерти. Урок 15. Распространение болезней. Привет, Анна. Знаете ли вы, что европейские болезни достигли коренных американцев с западного побережья ещё до прибытия европейцев? По-видимому, болезни распространялись через торговые сети и контакты с другими племенами до того, как европейцы вступили в прямой контакт. Ух ты! Это, должно быть, разрушительно сказалось на коренном населении. У них не было иммунитета к этим чужеродным болезням. Именно так. Занесение оспы, кори и других заболеваний привело к уничтожению многих племён западного побережья ещё до колонизации. Это просто трагично. Это отрезвляющее напоминание о том, насколько сильно болезнь может повлиять на уязвимые группы населения. Абсолютно. Эти эпидемии коренным образом изменили демографическую динамику и динамику власти в регионе ещё до прихода европейцев. Это такая грустная глава в истории. У коренных американцев не было возможности подготовиться к этим чужеродным патогенам или защититься от них. Да, это яркий пример того, как контакты между цивилизациями могут иметь катастрофически непредвиденные последствия. Урок 16. Сближение общими интересами. Привет, Анна. Я тут подумала, что нам определённо нужно чаще встречаться. У нас так много общего. Было бы здорово объединить наши общие интересы. Согласен, Джон. Мне очень нравятся наши беседы, и я думаю, что мы могли бы стать хорошими друзьями, если будем видеться чаще. Что ж, я очень увлечён фотографией. Мне нравится запечатлеть красоту окружающего мира через объектив камеры. Это круто! Я сам давно хотел больше заниматься фотографией. Может, вы могли бы меня чему-то научить? Абсолютно! Я с удовольствием покажу вам несколько советов и рекомендаций. А что насчёт тебя? Чем ты любишь заниматься в своё удовольствие? Я большой любитель активного отдыха, пешие прогулки, кемпинг и тому подобное. Нам стоит как-нибудь спланировать совместную экскурсию на природу. Звучит замечательно. Я всегда в поиске новых приключений. Мы могли бы посвятить этому день, устроить пикник, отправиться в долгий поход и просто насладиться обществом друг друга. Тогда это план. Не могу дождаться. Урок 17. Визит к стоматологу. Привет, Анна. Ты слышала о моей недавней поездке к стоматологу? Это был настоящий опыт. А, в самом деле, что произошло в кабинете донтиста? Что ж, они заставили меня сесть на это огромное кресло и завязали мне под подбородок нагрудник. Затем пришёл стоматолог и осмотрел мои зубы. Наверное, это было немного пугающе. Что обнаружил донтист? Видимо, у меня было несколько полостей, которые нужно было заполнить. Стоматолог онемел мне рот и приступил к работе. Честно говоря, я немного нервничала, но стоматолог и персонал были очень дружелюбны, и мне было комфортно. Я рада, что стоматолог и персонал смогли успокоить вас. Посещение стоматолога может быть утомительным, но важно заботиться о зубах. Абсолютно. Я просто рада, что теперь все готовы, и я могу двигаться дальше с более здоровой улыбкой. Привет, Анна. Ты никогда не догадаешься, что со мной недавно произошло. А в чем дело? У меня все уши. Помните, как я уже много лет говорил о своей мечте начать свой бизнес. Что ж, наконец-то это происходит. Вау, это потрясающе. Вы, должно быть, так взволнованы. Держу пари, что да. Это была давняя мечта, а теперь она становится реальностью. Это замечательно. Что заставило вас сделать решительный шаг и начать свой бизнес? Что ж, мне показалось, что настало подходящее время, и я не могла упустить эту возможность. Над этим я работал уже долгое время. Уверен, что вся ваша тяжелая работа и преданность делу действительно окупаются. Поздравляю! Урок 19. Проблемы с зимним гардеробом. Привет, Анна. В последнее время у меня возникли проблемы с зимним гардеробом. А, что происходит? Ваше пальто плохо держится. Именно так. Я заметила, что мои пальто обычно разваливаются всего за одну зиму. Это нехорошо. Вы определенно хотите, чтобы ваша зимняя верхняя одежда прослужила больше сезона. Знаю. Верно. Я не хочу постоянно менять пальто каждый год. Абсолютно. Вы пробовали искать пальто из более качественных материалов. Отличная идея. Мне нужно будет провести небольшое исследование и найти пальто, рассчитанное на долгий срок службы. Стоит вложить деньги, чтобы приобрести что-то, что выдержит непогоду в течение нескольких зим. Вы правы. Я не хочу, чтобы меня застали дрожать от холода из-за того, что мое пальто развалилось. Урок 20. Обнаружение общих интересов. Здравствуйте, Анна. У меня есть кое-что интересное, чем я хочу поделиться с вами. А, в самом деле, что это такое? Наконец, я назвала свое имя и вошла в его комнату. Отлично. Что произошло, когда вы вошли? Я села на удобное кресло, и мы начали общаться. Звучит неплохо. О чем вы оба говорили? Мы обсуждали самые разные интересные темы. Это была очень интересная беседа. Я рада слышать, что вы так приятно провели время. Всегда приятно общаться с кем-то и находить общие интересы. Абсолютно. На самом деле, мы обнаружили, что мы оба любим читать книги и отдыхать на солнце. Привет, Анна. Вы слышали о Бигле, который отправился в кругосветное путешествие с Чарльзом Дарвином в 1831 году. Нет, я этого не сделала. Звучит завораживающе. Расскажи мне больше. Что ж, судно получило название HMS Begral, и оно покинуло Англию в пятилетнем путешествии, чтобы исследовать побережья Южной Америки и Галапагосских островов. Абсолютно. Дарвин взял с собой Бигля, а острые чувства собаки помогли ему наблюдать за окружающим миром природы. Это просто потрясающе. Мне бы очень хотелось узнать больше о том, что они обнаружили во время этого путешествия. Наверное, это событие изменило жизнь и Дарвина, и Бигля. Так оно и было. Наблюдения, сделанные Дарвином во время этой поездки, легли в основу его теории эволюции путем естественного отбора. Невероятно! Мне не терпится узнать больше об этой увлекательной истории. Спасибо, что рассказал мне об этом, Джон. Мне очень приятно. Всегда интересно делиться историями о первых днях научных исследований. Урок 22. Планы на выходные. Привет, Анна. Как у тебя уже прошла неделя? Было очень много людей, но я рада, что сегодня пятница. «А как же ты?» То же самое и здесь. У меня пока нет планов на выходные. «А как же ты?» На самом деле я пока не уверен. «Я подумывал просто расслабиться, почитать хорошую книгу или отправиться на расслабляющую прогулку». Звучит как отличная идея. Иногда приятно просто провести выходные в непринужденной манере и зарядиться энергией. «Определённо. Может, мы могли бы выпить кофе или чего-нибудь в субботу, если вы свободны». Звучит отлично. Мне бы очень хотелось наверстать упущенное и узнать больше о том, чем ты занимался на этой неделе. Звучит неплохо. Я расскажу вам подробности по мере приближения выходных. «Отлично. Я с нетерпением жду этого». Урок 23. «День под солнцем». «Доброе утро, Анна. Как вы провели выходные?» «Это было прекрасно, Джон. Мы с другом пошли в парк и просто отдохнули на солнце». «Звучит замечательно. Что вы там делали?» «Мы поговорили, почитали несколько книг и просто лежали на солнышке, наслаждаясь теплом». «Похоже, это идеальный способ провести выходные. Вы не забыли надеть солнцезащитный крем?» «Да, мы это сделали. Но даже солнцезащитным кремом наша кожа все равно немного загорела». «Ну, немного цвета никому не повредит. Похоже, вы очень хорошо провели время, расслабляясь». «Это было именно то, что мне было нужно. Иногда важно просто отключиться и насладиться простыми удовольствиями жизни». «Не могу не согласиться с этим. Я рада, что вы прекрасно провели выходные. Всегда приятно зарядиться энергией и возвращаться отдохнувшим». Урок 24. Ежемесячные платежи. «Привет, Анна. Я хотел обсудить график платежей по нашему проекту. Думаю, ежемесячные платежи будут иметь решающее значение для того, чтобы проект заработал». «Отличная идея, Джон. Разделение платежей на небольшие регулярные платежи значительно упростит управление». «Именно так. Мы можем предложить ежемесячный график, который подойдет нам обоим». «Звучит неплохо. Какую рассрочку вы имели в виду?» «Я думала, что мы сможем производить равные ежемесячные платежи в течение срока реализации проекта». «В этом есть смысл. Нам нужно будет рассчитать общую стоимость и разделить ее поровну». «Верно. И мы можем обсудить сроки выполнения, чтобы убедиться, что они соответствуют обоим нашим графикам». «Абсолютно. Составление предсказуемого плана платежей поможет нам контролировать финансы». «Определенно. Думаю, здесь лучше всего делать ежемесячные платежи. Как вы думаете?» «Урок 25. Прибытие вовремя». «Привет. Анна. Мне нужно уйти пораньше, чтобы вовремя приехать на нашу встречу». «Отличная идея». «На всякий случай всегда лучше уделить себе дополнительное время». «Именно так. Я не хочу торопиться и рисковать опоздать». «Абсолютно. Пунктуальность свидетельствует об уважении к времени другого человека». «Определенно. В целях безопасности я уйду примерно на 15 минут раньше обычного». «Это разумный шаг. Лучше прийти немного раньше, чем опоздать». «Согласовано. Я бы предпочла немного отдохнуть перед началом встречи». «Определенно. Прибытие расслабленным и подготовленным поможет встрече пройти гладко». «Абсолютно. Я дам вам знать, когда буду в пути». «Урок 26. Изучение вариантов путешествий». «Привет. Анна. Есть ли конкретные сайты, которые вы рекомендуете для бронирования нашей поездки». «Обычно я пользуюсь популярными туристическими сайтами, такими как Экспедир или Тревор Лассерти. У них есть хорошие инструменты для выбора и сравнения». «Отлично. Похоже, это хорошее место для начала. Я хочу убедиться, что найду лучшие предложения». «Определенно. Эти сайты хороши для сравнения цен между авиакомпаниями и отелями». «Отлично. Я их проверю. Есть ли что-то еще, что мне следует учесть при бронировании». «Хм. Я бы также порекомендовал заглянуть непосредственно на сайты авиакомпаний и отелей. Иногда у них есть специальные предложения». «Хорошие замечания. Я обязательно проведу тщательный поиск, чтобы найти самые доступные варианты». «Похоже на план. Дайте мне знать, если вам понадобятся другие советы по планированию поездки». «Справлюсь. Спасибо, Анне. Я ценю твою помощь в решении этой проблемы». Урок 27. «Принятие ответственности». «Анна, я думаю, что мы несем ответственность не только перед собой и своими семьями, но и перед обществом». «Я полностью согласен, Джон. Мы все должны внести свой вклад и внести свой вклад во всеобщее благо». «Именно так. Недостаточно просто сосредоточиться на собственных интересах. Мы должны учитывать влияние наших действий на других». «Правильно. Мы должны помнить о том, как наш выбор влияет на окружающих нас людей». «Абсолютно. Даже такие мелочи, как волонтерство или переработка отходов, могут реально изменить ситуацию к лучшему». «Определенно. И подавая хороший пример, мы можем вдохновить других сделать то же самое». «Определенно. Мы должны подавать пример и показывать, что мы заботимся не только о себе». «Я согласен. Наш долг, как членов общества, заботиться друг о друге». «Хорошо сказано. Я рад, что мы сходимся во мнениях по этому поводу. Это важная ответственность, которую мы все разделяем». Урок 28. Изучение Нового Орлеана. «Знаете ли вы, что недалеко от устья реки Миссисипи находится еще один известный город – Новый Орлеан?» «Ах да, я все слышала о богатой культуре и яркой атмосфере Нового Орлеана. Это определенно входит в мой список мест, которые стоит посетить». «То же самое и здесь. Мне всегда хотелось ощутить уникальное сочетание французского, испанского и африканского влияния в архитектуре, кухни и музыке». «Абсолютно. И история города очень интересна. От его роли в гражданской войне до репутации центра джаза и ночной жизни». «Определенно. Мне не терпится прогуляться по французскому кварталу, послушать живую музыку на Бурбон-стрит и попробовать все вкусные блюда креольской и каджунской кухни». «Я тоже. Я слышала, что в городе царит оживленная и гостеприимная атмосфера. Это будет невероятный опыт». «Конечно. Новый Орлеан кажется идеальным сочетанием очарования старого мира и современной динамичности. Я с нетерпением жду возможности исследовать его». «То же самое и здесь. Думаю, это станет изюминкой нашей поездки. Мне не терпится погрузиться в культуру и энергию этого уникального американского города». «Я тоже. Анна. Это будет незабываемое приключение». Урок 29. Поездка в Таиланд. «Привет, Анна. Я только что вернулась из поездки в Таиланд. Еда была потрясающей». «А, правда, какое твое любимое блюдо?» «Я съел острый суп с том-ямом, и он был очень вкусным, хотя поначалу он был слишком горячим для меня». «Да, тайская еда может быть довольно острой. У вас была возможность попробовать другие местные блюда?» «Да, я также ел падтай, и он быстро стал одним из моих любимых. Ароматы были такими яркими». «Падтай – это классика. Я рада, что вам понравилась еда. Удалось ли вам увидеть какие-нибудь интересные достопримечательности во время поездки?» «Конечно. Я посетил Большой дворец в Бангкоке, и это было потрясающе. Архитектура была очень сложной и красивой». «Большой дворец, безусловно, стоит посетить. Чем еще вы занимались в Таиланде?» «Я также ходил на плавучие рынки, и это был такой уникальный опыт. Мне нравилось видеть, как все продавцы продают свои товары со своих лодок». Урок 30. Покупка продуктов. «Доброе утро, Анна. Тебе нравится ходить по магазинам». «Доброе утро, Джон. Да, на самом деле мне это очень интересно. Всегда можно открыть для себя что-то новое». «Согласен, дело не только в приобретении самого необходимого. Здесь так много уникальных продуктов, которые стоит изучить». «Именно так. Мне нравится ходить по проходам и искать новые ингредиенты, которые можно попробовать в приготовлении пищи». «То же самое и здесь. Недавно я наткнулся на этот удивительный специализированный магазин специй и экспериментировал со всеми вкусами». «Звучит замечательно. Я всегда ищу уникальные специи и приправы, которые украсят мои блюда». «Тебе стоит это проверить. Их разнообразие настолько велико, что оно почти ошеломляет, но в лучшем смысле». «Я запишу это на заметку. Покупка продуктов может стать увлекательным приключением, если подойти к ней непредвзято». «Определенно. Это отличный способ выйти из зоны комфорта и открыть для себя новые кулинарные шедевры». «Урок 31. Путешественник во времени». «Эй, Анна, вы никогда не поверите, что произошло со мной вчера». «А, что произошло, Джон?» «Я возился со старым устройством, которое нашел в гараже, и внезапно меня перенесли в 21 век». «Двадцать один век. Но таков сегодняшний день. Как такое возможно?» «Знаю. Это безумие. Наверное, я наткнулся на какую-то машину времени. Я пробыл там совсем недолго, но это было невероятно». «Это просто потрясающе. Каково было жить в наши дни?» «Сначала это было немного ошеломляюще, но люди были дружелюбны, а технология была потрясающей. Мне довелось увидеть такие вещи, как смартфоны и беспилотные автомобили». «Ух ты! Наверное, это был настоящий опыт. Удалось ли вам почерпнуть что-то полезное из вашего короткого визита?» «Определенно. Мне удалось собрать некоторую информацию о достижениях науки и медицины. Очень вдохновляет видеть, как далеко мы продвинемся». «Урок 32. Пенсия и ВИЧ». «Доброе утро! Анна, я слышала, что ты скоро уйдешь на пенсию. Это захватывающе!» «Да, я с нетерпением жду этого. Хотя у меня есть некоторые опасения по поводу своего здоровья». «А с какими проблемами со здоровьем вы сталкиваетесь?» «Что ж, недавно я узнала, что заразилась ВИЧ в результате незащищенного секса. это был настоящий шок». «Боже мой, мне так жаль это слышать. Это, должно быть, очень сложно обработать». «Да, но я стараюсь сохранять позитивный настрой. Врачи говорят, что варианты лечения значительно улучшились». «Я рада это слышать. Пожалуйста, дайте мне знать, могу ли я чем-нибудь помочь вам в этом». «Спасибо, Джон. Твоя дружба очень много значит. Думаю, главное в этом – оставаться активным и позитивным». «Абсолютно. Желаю вам всего наилучшего в подготовке к выходу на пенсию и сосредоточении внимания на своем здоровье». «Урок 33. Говорящая золотая рыбка». «Привет, Анна. Ты знаешь, что золотая рыбка на самом деле не умеет говорить?» «Знаю. Джон, мне просто нравится делать вид, что моя золотая рыбка иногда может говорить со мной. Это забавно воображать». «Ха-ха. Я делаю то же самое со своей золотой рыбкой. Я задам им вопросы, а затем сделаю паузу в ожидании ответа». «Верно. Как будто мы ведем целую беседу, хотя они просто купаются». «Именно так. А иногда я даже отвечаю за них глупым голосом». «Я тоже. Разве они не выглядят так, будто пытаются что-то сказать, когда открывают рот?» «Они верят. Это восхитительно. Интересно, что бы они сказали, если бы могли говорить». «Наверное, просто прошу побольше еды. Кажется, что золотые рыбки всегда голодны». «Верно. Верно. Верно. Хотя, возможно, они захотят обсудить смысл жизни или что-то в этом роде». «Урок 34. Страсть и выпечка». «Привет, Анна. Ты в последнее время работаешь над новыми рецептами выпечки». «Привет, Джон. Да, у меня есть. Мне очень нравится экспериментировать с новыми вкусовыми сочетаниями». «Отлично. Я знаю, как ты увлекаешься выпечкой. Я уверена, что твои творения восхитительны». «Спасибо, Джон. Мне очень весело изучать новые техники и совершенствовать свое ремесло». «Твоя страсть действительно сияет. Бьюсь об заклад. Аромат свежей выпечки наполняет ваш дом». «Это так. Нет ничего лучше запаха теплого хлеба или только что вышедшего из духовки пирога». «Могу себе представить. Уверен, ваша пекарня будет иметь огромный успех». «Я ценю твою поддержку, Джон. Я смотрю в будущее с большим оптимизмом». «Удачи во всем. Я знаю, что у тебя все получится». «Урок 35. Музыкальные ноты». «Здравствуйте, Анна. В последнее время я изучаю теорию музыки». «Интересно, Джон. Что ты изучал?» «Что ж, я изучал разные типы музыкальных нот. Целые ноты, полуноты, четвертные ноты и восьмые ноты». «Ах да, каждый из них содержится под стражей разное время». «Именно так. Удивительно, как различные значения нот вместе создают ритм и мелодию». «Я согласен». «Удивительно, как композиторы могут использовать эти строительные блоки для создания такой красивой и сложной музыки». «Определенно. Мне очень нравится углубляться в основы музыки». «Это замечательно, Джон. Я рада, что тебе это так интересно». «Я тоже». «Это открыло совершенно новый взгляд на музыку». «Интересно, что ты делаешь в этом виде». «Интересно, что ты называешь с ней?» «Я очень удивна.